Доброе утро, дорогие наши телезрители. Сегодня в нашей студии, в музыкальной студии, мы будем всеми силами призывать весну, настоящую солнышком. А помогать нам в этом будет наш гость Гоша Вандервейдер, который пришел к нам в студию своим спортивным шагом, который называется у него Эконока. Это его собственное изобретение. Но сегодня мы будем знакомиться с ним как с музыкантом. Доброе утро, Гоша. Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как настроение весеннее? Очень хорошее. Вот такое. Давай тогда усилим его, Гоша, мы с тобой, но ты, потому что давно друг друга знаем, усилим его музыкальной композицией. Я взял специально гармошечку в студию, чтобы тебе подыграть. Здорово. Давайте споем. Цональность там та же самая, да? Да, хорошо. Тогда я возьму вот эту. Сообщение в телефонах от девчонок незнакомых, ты красавчик. Солнце радостно смеется, но тоже признается, ты красавчик. Улетают не ракеты, но есть главные приметы, ты красавчик. Чтоб счастливым оставаться, нужно чаще улыбаться, и тогда поймешь, что ты красавчик. Чтоб счастливым оставаться, нужно чаще улыбаться, и тогда поймешь, что ты красавчик. Вот такая песня про красавчика Гошу Ландервейдера. Я думаю, что это, в общем, навевало, да, ведь такое ощущение. Да, друзья, ну, сознаюсь честно, это была совсем другая фонограмма. Гармошка в моих руках была чисто формальна. Но я думаю, что мы попозже сыграем по-настоящему, да, Гош? Да. Скажи, пожалуйста, как оно это, вот, каково это вообще изобретать? Это у тебя стиль, насколько ты, я знаю, говорил, яхт-музыка, да, вот то, что вот мы сейчас, и ты пел, а я пытался изображать. Вообще понятие яхта – это быстрое, легкое парусное судно для перевозки особо важных персон. Изначально такое название у яхт. Нет, именно важных. Почему нет? Ну, ты когда стоишь в море на яхте, ты сразу же становишься важным. А, в этом смысле, да? Капитан, капитан, улыбаните. Да. И то же самое с музыкой. Она легкая, парусная. Ее можно исполнять аккомпанемент, может быть, под звук морзянки. Или, например, под звуки чаек. Голос чаек. Под голос чаек. Или, считая фонограмму, то под звуки получаются, да? Ну, да. Вот этот стиль спортивный, там же своя музыкальная стилистика – иконока. Иконока – это… Спортивная ходьба. Это не спортивная ходьба, это называется индивидуальное творческое передвижение в пространстве. Индивидуальное творческое передвижение в пространстве. Это так переводится иконока? Нет. Это, ну, как сказать, как девиз, как слоган, как расшифровка. А спортивная иконока – это преодоление дистанций спортивных в танце. И в любом случае мы пишем для этой спортивной иконоки свою авторскую музыку ритмическую. Чтобы не было проблем с авторским правом или еще что-то. Как реагируют прохожие, которые идут рядом, а ты в наушниках огромных таких, да? И у тебя вот эти движения, когда ты идешь. Ну, я делаю это от души. Не кривляюсь. Это понятно, нет. Ну, это понятно, что от души. Но все же идут по делам на улице, и вдруг такое эмоциональное вливание сразу в нашу будничную жизнь. Понимаете, у нас в наше время люди сразу же понимают, что это что-то связано с фриками. Я не стал это слово говорить. Да, да. Но это действительно, я не фрикую. Я вот какой есть, такой есть. Если бы я делал это голый, то, возможно, это бы смотрелось немножко по-другому. И, может быть, по-другому привлекало бы внимание. Ты в Екатеринбурге с 2007, да, если не ошибаюсь? С 2007 года. Как тебе наша весна уральская? Уральская весна шикарная. Это фишка. Даже вот эта грязь, эта фишка, наша фишка. Я сейчас думаю, что многие начинают с тобой дискутировать в телевизоре. Почему нет? Почему нет? Пускай дискутируют. Два слова хотя бы. Ну, вот фишка. В чем прелесть этой фишки? А где еще? Ну, в Европу приезжаешь. И нету. А у нас это уже очень... Ну, у нас промышленный город, да. Вот в эту пору люди, в основном, каждый человек, который ходит пешком, пешеход, занимается иконокой. Оп, 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 оп. А, вот оно что. А я думаю, откуда в тебе вот это... Ты, видимо, начал и думаешь, ну, ведь надо что-то придумать не просто, чтобы я подпрыгивал, да, а чтобы это было ритмично. Классики были в свое время. Помнишь, дети? Да. Да. Вот это все примерно от одного плана, да? Это же не обязательно из точки А в точку Б. Это можно готовить, кушать или там ходить, голосовать, как сейчас люди. Хорошим настроением давай завершим нашу сегодняшнюю встречу с тобой. Но не встречусь с нашими телезрителями, я думаю, что музыкальные площадки города, да и не только города страны, ждут Гошу Вандервейдера, потому что он сочиняет замечательную музыку и танцевальную музыку. И вот вы сейчас слышите одну из таких композиций, где я уже по-настоящему пытаюсь подыграть тебе. Да, Виталий, Краев не подыграет. Мы сейчас покажем вам дуэт. Ну что ж, давайте угостим наших телезрителей вот этой замечательной песней, а я пока гитару возьму. С удовольствием. 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 И весны, понимание, счастье, тепла, любви и побольше фишек. Наша программа продолжается.